Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Для сегодня, в день зачатия честного славного пророка предтечи и хрестителя Господня Иоанна за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 5 по 25. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время оно, бысь во дни Ирода царя Иудейска, Ирей некий именем Захария, от дневные череды Авиани и жена Его от чьери Аароновых и имя Елизавет. Беста же праведно оба пред Богом, ходящие во все заповедях, и оправдание Господне беспорочно. И небе и моча да понеже Елизавет бенеплоды, и оба замоторевшего дне своих беста. Бысь же служащий ему в чину череды своей, а пред Богом по обычаю священничества, ключи си ему погодите в шешу в церковь Господню. И все множество людей бей молитву Деевне в год Фимиама. Явись же ему, ангел Господень, стоя в десную алтаря Кадильного, и смутись, Захария, видев и страх нападен Ань. Рече же к нему, ангел, не бойся, Захария, за неуслышана бысть молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит сына тебе. И наречеши имя ему, Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и мнозий о Рождестве его возрадуются. Будет бовели пред Господем, и виная сикерани им от пити, и Духа Святаго исполнится ище из чрева матери своейя. И многие от сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их, и то и предыдет пред Ним духом и силой или иною. Обратите сердца отцем на чада, и противное в мудрости праведных. Уготовайте, Господи, ве люди совершенны. И рече Захария ко ангелу, почи саму разумею сие, азбо есим стар, и жена моя замотаревшего днек своих. И отвечав ангелу рече ему, аз есим Гавриил, предстояя пред Богом, и послан есим глаголати к тебе, и благовестите тебе сия. И се будиши молча, и немаги проглаголати, да негоже дне будут сия. За не неверовал я си слови всем моим, я же сбудутся во время свое. И беши люди, ждущи Захарию, и чудяху ся коснящи ему в церкви, и шедже неможаше глаголати к ним, и разумеша, як видение видев церкви, и той бе помывая им, и пребываше нем, и бысяка исполнишися дни службы его, иди в дом свой. По сей же дне зачат ели совет жена его, и таяшися месяц пять глаголющи, як атако мне сотвори Господь во дни, вняже презре от яти, поношение мое в человечествах. Евангелист Лука начинает свой рассказ с упоминанием иудейского царя Ирода Великого, что дает нам представление о времени описываемых событий. Во дни Ирода царя иудейского был священник из авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. В Иерусалимском храме жрецами или священниками могли быть только потомки Аарона из племени Левия. Любой мужчина из этого рода, не имевший физических недостатков, имел право служить в храме. Главной обязанностью священников было совершение жертвоприношений, а также других церемониальных действий храмового богослужения. Поскольку священников было очень много, некоторые источники указывают на цифру 20 тысяч, то все они были разделены на череды, или, как бы мы сейчас сказали, смены. Череда Авия была восьмой из 24 в списке смен храма. Жена Захария Елисавета тоже принадлежала к священническому роду Аарона и была родственницей Девы Марии. И Захария, и Елисавета, по замечанию Луки, были праведны пред Богом, но оставались бездетны. Блаженный Феофилакт пишет, «Жены праведников и сами праведные часто были бездетны, чтобы ты познал, что закон требует многочадия не плотского, а духовного». Поскольку священников было очень много, то такое великое событие, как воскурение благовоний на жертвеннике храма, могло произойти только раз в жизни. Выбор священника совершался по жребию. Жертвенник, о котором идет речь, располагался в помещении, закрытом для простых людей и называемом «святая», куда мог входить только священник. Еще один жертвенник находился в месте под названием «святая святых», но туда мог входить только первосвященник и только в день искупления. Именно там, в святом месте, когда по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, и произошло чудесное явление ангела-священнику. Для Захарии это был самый великий момент его жизни. Он вошел во святая, чтобы совершить кождение и вознести свою молитву о самом важном для него и его жены – о даровании сына. «И Бог внял прошение Захарии, ибо услышана молитва твоя». Так засвидетельствовал ангел. Захария слышит исполненное для него радости пророчество, что его супруга уже в преклонных годах естественным и все же чудесным образом понесет сына. И Бог сам нарекает имя своему будущему пророку – Иоанн, что в переводе с еврейского означает «Бог милостив». Захария требует от ангела нечто наподобие знака, чтобы он мог поверить. «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Как мы видим, знак Захарии дается, но в нем присутствует и элемент наказания. «И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Греческое слово «кафос» обычно значит «глухой», но так раньше говорили и о немате. Следовательно, Захария стал глухонемым. Но далее евангелист Лука описывает поистине трагикомедию. Старый священник выходит к народу и с помощью знаков и жестов пытается объяснить случившееся. Вы, наверное, спросите, почему трагикомедию? А как бы вы с помощью жестов описали увиденного вами ангела? Священническое служение череды длилось неделю, а потому, когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. Лука не сообщает, где находился дом Захарии, понятно только, что он жил не в Иерусалиме, а в горной Иудее. Вот обещание ангела исполнилось. Елисавета забеременела и таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Но почему она скрывалась в течение пяти месяцев? Причина может быть самой обычной. Например, Елисавета хотела удостовериться в своей беременности, которая через пять месяцев становится заметной. Сегодняшняя чудесная евангельская история, дорогие братья и сестры, не просто повествует нам о зачатии Иоанна Претечи. Она открывает нам удивительный промысл Божий о каждом человеке. Господь никогда не посрамляет веры в Него, но подает просимое в тот момент, когда это действительно важно. Будем помнить об этом и не переставать молиться. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь!